В моей жизни наступил такой момент, когда ни отца, ни матери не оказалось рядом со мною. Четыре с половиной года за мной ухаживали верующие братья с нашей церкви. Молодые братья. Как они работали? Они дежурили сутки через трое. И так получилось, что кто-то женился, кто-то уехал в другой город жить с семьёй своей, кто-то по болезни, кто-то поясница болела или ещё что-то. Но не оказалось больше никому быть возле меня. У меня стал вопрос, что дальше делать? Жизнь как бы пришла в тупик, и я стал задумываться вопросом, а как дальше быть? Можно? Паузу. Ну я продолжаю свой рассказ, остановился на том, что получилось так, что уже никого за меня не было, и мне нужна была помощь. И я стал молиться Богу и говорить, Господи, если я на земле уже никому не нужен, и жизнь моя уже пришла к такому состоянию, что некому за мной ухаживать, забери меня домой. Потом я стал думать, ну я не могу наставить Богу, как я хочу. Я стал так говорить, Господи, если ты хочешь, чтобы я ещё остался, то пошли мне человек, кто был бы со мной. И так я стал размышлять. Но я когда размышлял, я понимал, что если у меня уже были братья, они ухаживают за мною, и уже их нету, значит, на братьях я не могу на яйца рассчитывать. И я так подумал, значит, это должна быть сестра. И я понял, что сестра не может быть по-другому, как только, как жена. И я стал тогда думать о том, чтобы Господь послал меня жену Магисту, Он хочет, чтобы я оживаю. Я позвонил отцу, у меня отец в это время был в Америке, ему там сделали операцию. Я ему говорю, папа, у меня такой возник вопрос, что мне надо жениться. Он спрашивает, а есть знаком? Я говорю, нету. А что делать? Я говорю, не знаю, что делать, будем молиться. И мы начали молиться. Но я понимал, что как мужчина, как брат, я должен первый шаг сделать. Я не могу ждать, что какая-то сестра придет ко мне и сделает мне предложение. Это для меня было нереально. Поэтому вопрос остается за мною. И так я молился, размышлял и в нашей церкви две сестры, на которые я посмотрел, что они могли мне помочь в жизни, если бы захотели это. Но я не знал, кто из этих двух сестер. И однажды в воскресенье днем, когда брат, который ухаживал за мной, прекратил меня домой, оставил меня лежать, я сам пошел на обед. Такой был у нас порядок, что они обедали, потом приходили и кормили меня. Я лежу в это время на постели и думаю, и молюсь. Господи, вот две сестры. Сегодня вечером после собрания я буду делать предложение. Укажи, кто из этих двух, ну, к тобой предназначен для меня укажение, как вот знаки на дорогах, вот стрелка, показывает направление. Так, говорит, ты мне только укажи направление. А я уже сам пойду, буду говорить все. Мне нужно, чтобы не ошибиться. Потому что я считал, что ошибка для меня — это смерть неподобная. И когда я так молился с закрытыми глазами, вдруг представил образ вот теперешней моей жены Тани. Совсем я про нее в этот момент не думал и не представлял. Когда я увидел этот образ ее перед собой, сердце мое наполнило такая радость и мир. Я поблагодарил Бога, что Господь мне показал направление. Теперь осталось дело за мной. Когда пришел тот брат, который ухаживал за мной, я ему говорю, сегодня мы едем в Казацкое. Это село было Казацкое. Это недалеко от нас, 10-11 километров, где-то. Ну, мы помыли машину, все как положено. У меня был старенький Ниссан, Глюберт. И мы собрались вечером в дорогу. Я не знал ни адреса, куда ехать. Я не знал фамилию этой сестры. Я только знал, что она в этом селе живет. Я так подумал, что мы спросим у прохожих, где живет вот такая сестра. Ну, Таня звали. Когда мы туда попали, уже был вечер, потому что это был конец апреля, темнело рано. И мы приехали, уже темнело. И пришла какая-то девушка, я думаю, спросить у нее. А потом подумал, что нельзя, это некрасиво так на улице будет. И пришла мысль поехать к служителю по местной церкви. Я его знал, мы с ним почти что ровесники, еще с юности были знакомы. И целый час мы беседовали. И после беседы с ним вот, он мне говорит, Андрей, эта сестра тебе подходит. Его слова так ободрили меня, поддержка такая, что я обрадовался еще больше. И подумал, слава, на этом мы расстались. Через неделю этот брат приезжал к нам совершать вечер в наше село, потому что наш служитель, видите, руки у него не было. И он приехал, а я еще ничего не предпринял, я еще ничего не сделал для своего будущего такого действия. И я его спрашиваю, брат Олег, говорю, как мне быть, ну, как бы, ты, служитель, может, через тебя, потому что сестра член вашей церкви, через тебя мы будем начинать действовать. А он на меня посмотрел внимательно и говорит, Андрей, это очень серьезный вопрос, давай, говорит, ты сам будешь этот вопрос начинать. И он, спасибо. И в тот же вечер, уже я не пошел в вечернее собрание, пропустил, и мы поехали в это село Казацкое. Я планировал увидеть эту сестру, побеседовать с ней. Так получилось, что, как я запланировал, не получилось. Но собрание у них было немножко раньше, и когда я ожидал, что все уйдут люди с собрания, а потом я подъеду и там мы будем беседовать, я долго ждал, а никто не выходил из собрания. Я не понял, почему так получилось, мы решили ехать. Поворачиваю на ту улицу, где дом молитвы. Водитель мне говорит, Андрей, смотри, вон они идут, две сестры. И одна из них, вот, Таня. Ну, хорошо, поехали навстречу к ним. Ну, мы подъезжаем к ним, мне окно открыто, потому что мне нужно поздороваться, мы здоровались, соответствуемся. И спрашиваем. Нет, поздоровались и проехали дальше. Потом едем дальше, брат меня спрашивает, его звали, Иосиф. Андрей говорит, что будем делать? Я растерялся, не знаю, что делать, давай разворачиваем назад. Мы разворачиваемся и едем назад. И подъезжаем к сестрам, и я им говорю в окошко, сестры, вас подвезти? Они спрашивают, ну да, подвезти. Потом, когда они уже сели в машину, мы спрашиваем, а куда вас везти? Ну, они шли на посещение к другой сестре, которая пропустила собрание по болезни. Мы вместе туда подъехали, сколько там времени там пробыли. И потом, возвращаясь назад уже, это сестра, вот Таня. Ей нужно было ехать туда, к дому молитву, потому что она жила там рядышком, через проулок. Можно перейти там в дом, совсем рядом. И я подвез ее в дом на своей машине. А в это время она взяла свою дочь еще, у этой сестры, где мы посещали. И я говорю, у меня нужно с тобой поговорить. Она оставила свою дочь, я им дал гостиницу, которая была у меня в руках. И мы вернулись на определенное расстояние, в сторонку, чтобы побеседовать. Там этой беседе я ей предложил, чтобы она, как апостол Павел говорит, вышла ко мне за стан, чтобы понести мне со мной мое поругание такое, уничижение, в котором я нахожусь. Потому что те люди, которые в стане, они уже не могли мне помочь. И чтобы мне помочь, нужно было вместе со мной выйти за стан. И так я объяснил. Ну и все, мы ее отвезли обратно домой. И мы договорились, что будем тремя молиться в посте, чтобы Бог помог нам это понять. Конечно, желала утвердиться, действительно ли я понимаю и знаю, что это воля Божия. Я ей рассказал так же, как я вам рассказал сейчас, как Бог мне открыл именно ее. И она с таким знанием ушла. Через три дня по телефону уже мы встретились. И она сказала свое согласие. И так вот начался процесс углубления нашего знакомства. А еще через восемь месяцев мы стали мужем и женой. И с тех пор вот уже 11 лет почти мы вместе с Божьей помощью. Брат спрашивает насчет препятствий. Дал Бог такую милость, что ее родители были православными. И вот как-то сердце и так расположилось ихнее, особенно мамы. Потому что, когда Таня задала ей вопрос, чтобы она благословила на такой брак, она тоже ей была трудна, как и всем матерям, чтобы отпустить свою сестру на такой труд, на такие страдания. Но она говорит так, сказала, я не могу препятствовать, потому что у меня еще есть дети. И что с ними может случиться, никто не знает. Поэтому я благословляю. Если она хочет такой труд совершать, тогда благословит ее Господь. Вот это она так сказала. И это благословение до сих пор с нами. И мама все еще жива, папа уже отошел в личность ее. И мама нам всегда помогает, приезжает к нам. И мне как родная. У нас проблем нет. Сейчас мы здесь месяц в отъезде. Она находится в нашем доме. Смотрит там за всем. Она православная до сих пор? Да, она до сих пор православная. Вот видишь, у Бога нету, ни православия нету. У них сердце человека смотрит. Да, сердце. Мы много беседуем. Наши беседы проходят мирно. Мы не настаиваем друг другу, чтобы изменять мышление. Но я только попросил ее одно. Чтобы она верила в живого Бога. В живого Иисуса Христа. И не молилась иконам. И она вот по просьбе моей так и делает. Она вместе с нами молится Иисусу Христу. Встает на колени. Руками она при нас, по крайней мере, не молится. И иконам тоже. И так вот. Слава Богу, что Бог молитвы наши слышит. Если Он предназначил для кого-то, вот так вот, как мне, помощника, вот сестру и жену, то так Он и сделает. Нам остается только довериться Богу. И в свой час Он это исполнит, когда будет угодно. Спасибо за внимание.